Дегустация вина Конечно, уставшие, очень мало спавшие после новогодней ночи Но программа есть программа Честно говоря, у меня сегодня жутко раскалывается голова Потому что мало спала, естественно, и очень мало пила И сейчас у нас была возможность заехать в магазин, закупиться водой Главное не забывать её пить Ну что, пробуем вино местные? Так, вот уже в Закарпатье огородики пошли Правда, выращивают туи Елочки, туи Декоративную зелень В основном Так, а здесь непонятно что Что? Справа это саженцы персиков, которые они выращивают на рассаду А здесь какие-то орошения Так, большой участок И здесь будем мы пробовать вино Домик хоббита Красивая она Хоббит Хоббита Так Как погрибок сделан Ещё и тарелочки Да, 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 да Чудово Чудово Так Я сегодня уже ем, так что не писаю О, водичка Стрипочки ещё там стоят И два пидвала Можем один обрабочий пидвал Можем один пидвал там, где Розливаем вино Витримка иди И так дальше, так дальше Тут уже окремо Щоб ви розумели Самый страшный враг для пидвала Якщо кто-то из вас 20 годин перед дегустаціей Їли салату Або справа Будь-що Їли, где був оцет Можем 4 гектара И 2 гектара Рендуем Винограду Можем еще один гектар Слево 75 сотых персиков И вы через рассаду Перешли Тут основном выращиваем И так дальше Там саженцев Винограда уже не видно Потому что выбрали И так дальше Так что это Тут у нас И Я лично Один, что третьего числа Не очень люблю Дегустацию провести В этом году не будет Або прошли Рик тоже не проводит В 2014 году 31 грудня Мы с батьком Тут провели Дегустацию Вин вийшов Наперекур Получает инсульту И третьего числа Бух похорон Будапевского університета Виноградарства 6-рик очевид Актер Вирусювать Один из линейного винограда Я теперь Викладач В нашем Могорском институте Тут у Берови Єсфилиат Нашого університета Я викладаю Тільки практичні заняття Я теорию Не викладаю Не хочу Не буду Меня так учили Профессоры Теория То теория Практика То практика И у вас Писля бассейна Я думаю Що ніколи Интересует Теория Винную дегустацию Всегда начинала С белого вина Если вам дали Изначально Пробовать красное То это неправильно Григориус В третьем поколении Винодел После смерти отца Когда ему было 27 И брату 25 лет Он возглавил Семейный бизнес Выучился В университете В Венгрии 6 лет На винодела И сейчас Преподает В фериале В Украине Венгерской университет Практические занятия У деда Было 70 гектар Виноградников Потом его Естественно Раскулачили И сейчас У него Всего лишь 4 гектара На часть Из них Он выращивает Персики Которые мы С вами уже видели На основном У него Сорта Белого и красного Вина Нам все это Правильно Верно-бокат Винни покачи Плечи Всегда Тремаем За эту шейку Этот Не коньяк Что треба Нагревать Не шампанское Что закрываем С пальцами Что никто не бачит Сколько мы пьем И не ликви Когти Что так Тремаешь И если упадут То не нальют Другу Так Это вино Так Тремаем за шейку Что можно Поласкать Этот благородный Напиток Или напиток Каролей И первый признал Натуральность В этом Что когда Покрутишь Через пару секунд Внутри бокала Стика Такая Жидкость Ножки Как бы олея была Вы не называете Дамские ножки Дамские пачки Слезы Вина Корона Абрако Кто их называет Мы в самом деле Объясняем Что это лицерновая олея Которая находится Лище Кисточки Винограда Есть кисточки Есть, но нет Кисточки нет Своя Другой Если на 45 градусов Уберите Ваши бокальчики В самом конце Вверху Есть Стриметный слой Который Темнейший Абрако Как внутри бокала Этот экстракт Вина Абрако Сухое вещество Которое После Вели Вина Принимается Наверх Поценность Которого Букета Аромат Вина По-людскому Что вы Разумели Будете Куплять Муската Там Светлеще Але Товстейше Слой Потому что Больше аромата Если Этот вино Два Триричный Абро Бачит Дубову Бочку Будет Темнейший Слой И Можливо Что Тонше Але Маршность Не в ароматах Показывается А в вкусах И Третий Признак Не буду Показывать Потому что Неприлично Тільки Допоможу вам Десь 30-35% Людина Ище Користается Зоден Привычкою Як Куплять Вино Заходят Перевертают Бутылку Осадок Летает О, испорчене Вино Начинают Шукат Такое Вино Которое Чистее Прозрачно Ничего Не плавает Допоможу Вам Таких Бутылках Где нет Натурального Осадок Не очень Бачит Винограду На здоровье Купляйте Дальше Хто дома Виготовил Вино Им не Треба Объяснять Десять Раз Преливаешь Десять Раз Осадок Получаешь Десяти Раз Думаешь Хтось Закинул Нереально Десять Раз Прелив Осадку Треба Вибирати Этот Винний Камень Виноград Кислотності Кои Єднаються Вони Осадка Очень Много Раз Звонят Нам Что Гергей Проблема У тебя У вини Осадок Поставили Принесли Додому Поставили В холодильник И коли Вибрали Там Христальчик Появилось Я Правильно Диафестировать Чотири Ступени На следующий Як вино Забиває Наши рецепторы Первый рецептор Который Касается Извина Это Наши Очи Переверяешь Дамские Ножки Кольцо Букет Коли Вина Это Для Оча Після Эту Понюхаем Вино Какие ароматы Выходят Из этого Вина Это Для Низ Третий Берем Маленько Гладко Щоби Наши Рецепторы Забились И четвертый Раз Чокаемся Чтобы наши Ухли Локатуры Получали Радостью Очень классный Парень С потрясающим Чувством Юмора Я даже Предложила Ему Перейти В стендап Рассказывает Такие Неимоверно Смешные Истории Оставлю Как есть Потому что Шутки Очень сложно Переводить На другие Языки Надеюсь Вы понимаете Путыложечко Украинский На чем Похоже Тут он рассказал Что подарил На свадьбу Очень дорогой Каньяк Марочный И бутылку Пометил С нижней стороны И через 7 лет Он получил Его в подарок От совершенно Другого Члена семьи То есть Бутылка Гуляла 7 лет Дорогого Каньяка Они друг Другу Передаривали Называются Вони Авторские правы Как ты называешь Везде В мире Так называют Этот Селекционер Або Селекционеры Назвали Цветочным Якщо Вы Квитковым Будете Назвать Легким Дамским Вином Очень Классное Ароматное Вообще Потрясающее Вино Вином Который 2020 Ричный 4 месяца Дубова Бочка И Силькислотность Есть Еще В этом Вине Остаток Сахара 0,12 Алкоголь Так что А вилы Было Тоже 20 12 Алкоголь 7 Сойра 19 Завершаю Шляпу Бьет Комара О Шляпа Студно Давайте Вепим За ту Селу Который Шляпу Подержал За русалки Которые Давали Селушок За шляпу Я лично За шляпу Давайте Давайте Все Давайте За шляпу В дополнение К этому Сюжету Расскажу Общее Впечатление Чтобы у вас Получилось Значит Рассказал нам Этот парень О сложностях Виноделии Что Государство Абсолютно Никак Не поддерживает Начинающих Виноделов Всячески Пытается Любыми Препятствиями Им Осложнить Жизнь Для того Чтобы получить Лицензию И иметь Право Приклеить Этикетку На бутылку Нужно Разливать В пластиковые Бутылки Вино Где это Видано Да Во всем мире Ценится стекло Значит Поэтому Он имеет Право Подавать Бутылки Только В стекле Без Каких-либо Оповестительных Знаков Значит По поводу Расположения Да Вот этих Сел Где мы Проезжаем Закарпатти Это все Находится На границе С Венгрией И как вы Понимаете Все эти Люди Имеют Право Точно так же Как у нас Приграничные Регионы Германия Германия Франция Италия Они все Каждый день Приезжают Швейцарию На работу На заработки Так называемые Зарабичане Точно так же И они Ездят На работу И дети Ездят Учатся В венгерских Университетах И работают Потом Мало того Что мне было Интересно Можно Закончить Медучилище Например В Украине И работать Медсестрой В Венгрии А в Швейцарии Даже близко Такого нет То есть Там надо все равно Переучиваться И эти дипломы Никто не признает А у них признают Так как это Приграничные Территории Точно так же И люди Ездят На заработки Каждый день Выезжают Поработал На сборе винограда Вернулся домой И это Очень усложняет Им работу Потому что Он платит 50 гривен В час А люди Переезжают Через границу Полчаса Получают В Венгрии Полторы Тысячи За день Вот и Считайте Разницу И конечно же Все делается Своими руками Выторг Небольшой И живут За счет Таких Туристов Которые Приезжают На дегустации И покупают Вино Поддерживая Таким образом Местного Производителя Мне очень Понравилось Вино Такое Я не могу Найти В Швейцарии Поэтому Я и не пью А это Оно Все время Отдает Какие-то Сладкие Нотки Вот кто Пробовал Венгерское Такайское вино То есть Они собирают Белое вино 80% И 20% Оставляют До первых Заморозков И когда Этот виноград Уже Перемерз И получается Такой Как бы Изюм Влага Влага У него Уже Вышла Остался Только Сахар Они Уже Этот Изюм Добавляют В молодое Забродившее Вино И это Придает Такой Аромат И сладость Просто Потрясающе Мы бы Конечно Взяли Чуть ли не Ящик Но у нас Ручная Кладь Поэтому Мы договорились Что когда Будет Аказия Со Львова С Ужгорода Ездят Постоянно Наук С Украины В Швейцарию Перевозчики За килограмм Вот Надо Только Уточнить Сколько Можно Привезти Вина Потому Что Там Тоже Есть Нюансы При Пересечении Границы Вот Что Еще Из Интересного Культура Питья Этого Региона То Как Он Говорит Когда Пришел С работы Когда Устал Человек Ему Нужно Немножечко Голову Разрядить И Самый Простой Способ Для Мужчины Это Вырубился Вот И Точно Так Ж Для Женщины Если Она Там Наработалась Дома С детьми По Хозяйству У них Есть Такое Цветочное Вино Это Белое Полусладкое Очень Вкусное Ароматное Он Говорит Это Вино Не Называет Решателем Всех Проблем Налил Жене Стаканчик Одно Подобрело На второй Уже Все Расцвело И Ничего И Уже В жизни Все Кажется Уже В Таких Розовых Тонах Вот Ну Интересно Всю Эту Культуру Посмотреть Особенно Культуру Пития Я Кстати Спросила У него Почему Они Не Полоскают Рот Как У нас Учат Швейцарии Полоскать Рот А потом Воздуха Запустить И Он Мне Сказал Так Что Вот Эти Все Сомелье У них Они Все Обучены На Продажу Вина Значит Если Мы Которая На Его Вкус Является Хорошим То есть Тут Как он Себя Преподнесет Как он Нам Понравится Так И вино Нам Понравится Это Просто Психологический Момент Потому Что Невкусное Вино Которое Ему Не Нравится Либо Сорт Который Ему Не Подходит Он В своем Погребе Не Держит Поэтому В каждый Погреб Ты Заходишь И Пробуешь Ту Коллекцию Вина Которое Нравится Конкретно Этому Виноделу И Поэтому Если Возникла У тебя Химия Между Этим Виноделом То И вино Тебе Будет Вкусное Как Мне Светлана Писала Что Они Набрали Вина Приехали Домой А оно Оказалось Невкусным Разбавленным Намешанным Нет Дело Не в этом Оно Неразбавленное Ненамешанное Потому Что Именно В тот Момент Была Такая Аура Царила Такой Был Шарм От этого Винодела И вы Под этим Впечатлением У вас Совершенно По-другому Работали Вот эти Четыре Рецептора Как он Говорит Посмотрел Понюхал Ухо Услышало Чокнулся И Все У вас Компания Плюс Приятное Окружение И у вас Совершенно По-другому Это вино Было На вкус Еще Он Объяснил Момент Что Очень Много Заводов Сейчас Работают А именно Косточка Выделяет Масла Которые Видны Когда вы Болтаете Вино В стакане Видна Такая Верхняя Пленочка Масла Образуется Вот это Тоже Отличие Хорошего Вина От Порошкова И еще Одна Ошибка Многие Люди Покупая Вино Переворачивают Бутылку И смотрят Если есть Осадок Они думают Что оно Испортилось Нет Это и есть Признак Того Что вино Было Сделано Натуральным Образом Из натурального Винограда Потому что Процедить Его До уровня Слезы Практически Невозможно Ну и Как вы знаете Старые Вина Почему Их Переливать В декантер Декантер Это такой Вот сосуд Специальный Именно По этому Причине Потому что У них Уже Образуется Достаточный Осадок Чтобы Этот Осадок Не попал В бокал Это То Что Мы Узнали На Этой Дегустации Я Надеюсь Вам Эта Информация Тоже Будет Полезной Очень Вкусно Это Семейное Вино Такое Сладкое Похоже На Кинс Мараули Там Есть Кепка Дякую За Вау Вад Найвечер Вам Дачан Вибачинка Тут У нас Закарпатти Якщо Вам Подобався Вино Любые Которые Где Устинували Можете Выбирать Летики В нашем Подвале Або Там Есть Звездные Карточки Работа С Лежащие Положение Согранение Бутылка И Третий Белый Мускат По 150 Гребен Бутылка Кто Выбирает Будьте Раскави Заходите Сюда Внутри До Много И Выбирайте Мы Очень Любим Закарпатти Уникальный Рецепт Шашлыка Не Знаете Нет 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 Спасибо Большое Большое Воложение Волочили Море Удовольствие Не только От дегустации Но и От самого Хозяина С каким Он Юмором Просто Невозможно Даже Беату Это все Перевести Беату Очень Понравилось Лино Мы взяли Визиточку Можно Через Новую Почту Заказать Когда Будет Посылка Чтобы Нам Представили Да Супер Шэн А Очень Гав Гав Спанненный Вене Очень Метовол Спасибо Что Устрели Этот сюжет До конца Ну А мы Увидимся В следующих Сюжетах Пока 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 Клала До речки Несла Глоту Пускала Аминь.